итак привет братва приветствую вас на своем канале и сегодня я вот хочу вам представить свой так сказать чарт кроссовок июня этот лист он не будет длинным я скажу всего 10 пар и я специально не буду включать него мои любимые вот изи так как они как бы и сейчас найдут немного параллельно то есть в общем оставим все эти супер хайповые кроссовки стороне и пройдемся по непосредственно тем релизом которые также интересны на самом деле итак поехали и номер один это у нас это adidas или adidas кто как хочет произносить ну короче зависит от человека так сказать и эта модель zx 1000 си премиум basic так так вот грубо говоря что белая футболка для шкафа с одеждой или гардероба то белые кожаные кроссовки для обувного шкафа это основу которая который должен иметь своей коллекции каждый сигарет adidas выпустил премиум basics pack и это чистая классика adidas такая как например супер корт компус восьмидесятки или zx 1000 в чисто белом цвете наверх а adidas данной модели используют такую короче такое сочетание в общем из гладкой кожи и замши и соответственно дополняет это все такая белая of white стиле подошва в общем образуется такой общий гармоничный вид обратите внимание что на внешней стороне кроссовок указана размерность и это в целом очень кайфовая идея мне она вообще очень нравится если вы в целом паритесь по поводу белых кроссовок что они будут пачкаться да нет они не будут на самом деле они будут приобретать свои индивидуальные детали именно вашего стиля небрежность белых кроссовок это уже такая своя часть индустрии кроссовок и я очень хочу я не наверное сделаю отдельное видео по этому поводу назову его например там поношенный эта тема мне самому очень сильно интересно и так дальше номер два это nike space hippie zero one это концепция trash transformed это когда в кроссовках используется не менее 50 процентов всей переработанных короче в кроссовках присутствует минимум 50 процентов переработанных материалов это новая фишка nike которая стала вот прослеживаться практически во всех новых моделях и вот даже вверх этой модели сделаны из как найти называли space waste yarn он включает вообще 90 процентов уже переработанного полиэстера также различных пластиковых обрезок бутылок и даже футболок в общем сплошной переработанный пластик сама подошла спиртал как пол данной модели сочетает себе в себе смесь различных пеноматериалов и даже не вас даже стилька в этой модели сделаны из обрезков пены там уже используем их на пятке расположен вижу вот удобный язычок блин реально прикольная тема когда ты надеваешь любые кроссовки такие носкового типа что ли в целом я очень поддерживаю тему переработки и это уже становится ну вернее уже стало таким мейнстримом и своеобразным хайпом номер три new balance м 2002 rd protection так в 2010 году модель new balance 2002 была грубо говоря в авангарде беговых именно кроссовок и вот получается уже 10 лет спустя это беговая модель возвращается с небольшими обновлениями и теперь она называется 2002 r или protection pack ну как то так вот короче но эту модель очень легко заменить хотя тут имеется три разных цвета это rain cloud phantom и sea salt все три цвета имеют грубые вырезанные замшевые такие панели вот окруженные сетчатыми вставками подошва из ну амортизационные естественно это обзор и energy в общем супер комфорт и это подошва также подчеркивает вот такой особенный стиль данной модели при детальном рассмотрении можно также увидеть тему назову так открытого незавершенного язычка из пеноматериала который также придают идеальную винтажную атмосферу этим кроссовок в общем такие супер олдскульные но в то же время с новизной кроссовки номер четыре nike air zoom type prm happy pineapple ну короче вот обратите реально внимание на эту модель уверен что первое что бросается в глаза это вот такой язычок значок вышивка веселого ананаса ну затем второе это на что обращаешь внимание это такая вот довольная подошва и непосредственно в передней части находится зума air под и блин они смотрятся реально футуристическими короче вообще ну и сзади пяточный язычок люблю эту тему вообще нормально это маскер для всех современных кроссовок чтобы было удобно одевать но чисто для себя мне не нравится вот это вот тема с ананасом то есть мне красотка сами нравится просто вот все кроме вот этого ананаса я бы даже с удовольствием купил пока короче есть грубо говоря другие модели уверен что они супер удобные потому что я пользуюсь nike для бега и я очень сильно довольны номер пять это air force one experimental postal service о да о да за этими кроссовками я уже слежу достаточно продолжительное время то есть они обычно в онлайн-магазине не продаются только через ruffle и различных ресейлер в общем суть в том что одной вот из классические модели nike всегда ну была и остается air force one их разработали еще в 1982 году брюсом киллграмм и это был свое время новый баскетбольный силуэт и этот силуэт предлагал непроизойденную поддержку обеспечивал максимальную свободу и в общем был таким супер путин крутым и как в то время еще говорили по сравнению со всеми другими баскетбольными кроссовками air force обеспечивали на 30 процентов лучшая амортизация это я вот напомню вам из истории короче и вот на данный момент существует более двух тысяч различных вариантов цветовых решений короба коллаборации различных поэтому air force также смогли и вообще они являются таким супер повседневными кроссовками для всех и вот вышла вот эта новая модель экспериментал может быть кто-то уже знаком с этой линейкой но именно postal service это вот такой вот релиз найки который вдохновился почтовой службой штатов вот а точнее есть в америке такая штука как priority mail и вот на основе грубо говоря их там коробки сделали вот такие такие вот найки и но это блин очень прикольная модель попробую для себя ее приобрести очень интересно для коллекции номер шесть nike x-skepto airmax tailwind 5 в общем после того как британский рэпер из тоттенхайм у кей ну кто уже знает его я честно я несколько песен всего услышал это репер скепта и он уже короче делал различные коллаборации с найки это шок и x-tl и эмо 97 и вот соответственно вышла еще одна еще очередная коллаборация с этим рэпером и на самом деле эти кроссовки продаются очень быстро ну в европе их раскупает буквально там за несколько минут очень быстро и и это специальная такая расцветка то есть до этого была по моему сине фиолетовая что ли какая-то расцветка это вот красная такая экзоскелет тут преобладает вот и все такое ну в общем но в целом это полностью текстильная такая полиэстровая модель с металлическими деталями и ну тут есть только обновленные логотипы air max на язычке стельки где уже написано будет из каэр скепта и вот и двигаемся дальше номер 7 nike и си джи мантан твой но и в целом и си джи линейка ну во первых я напомню что такое и си джи это all кондиция джи и в течение последних сезонов nike возродил вообще принципе свою классическую линейку для активного отдыха и и походов сочетая с современным кроем и уличным стилем в принципе как бы они для обычных прогулок подходят и в целом эта линейка началась история идет с 1989 года и появились тогда первые модели такие как эр мула пир эскейп и wildwood и в общем это теперь уже супер классические модели линейки и си джи и соответственно nike решила продолжить эту линейку и соответственно это такая хай-тек хай-тек линейка прорезиненную сетка водоотталкивающая множество с ветра отражающих деталей и ну современный уже подошву номер 8 и опять найки но это в этот раз данной ки эр макс 96 black and blue и что увидите когда обращаете внимание на эту модель это джинсы короче детали джинс необычно смотрится вот те кто грубо говоря понимает удобство эр макс то блин это реально необычный дизайн то есть смотрю вот джинсы вот вельвет на пятки вишневого света ну блин но нереально кайфовый короче такие реально хип-хоп номер 9 nike offline 2.0 года обожаю их на самом деле это я их называю удобные сникер тапки я уже их заценил я в них стараюсь ходить вообще каждый день не снимаю они реально кайфовый правда вот есть нюанс у них нужно придвигаться достаточно медленно не спеша на короткие расстояния короче такой вообще полный оффлайн и в целом смотрите у меня на канале полный обзор на этих тапок они реально кайфовый и очень советую и номер 10 номер 10 это adidas с форумом 84 лоу премиум такое длинное название в общем суть следующая когда кто-то говорит об адидас и баскетболе то вероятно не сразу вспоминается имя майкл джордана но на самом деле было время когда джордан выходил на площадку в кроссовках от adidas а точнее форум это было конечно до того как у великого майкла появилась своя фирменная обувь кроссовки эти были разработаны еще жаком шоссе нам ну кто знает короче из чё загуглите просто он также был отцом серии zx и первые короче форму были выпущены еще в 1984 году и в то время они отличались усиленной пяткой в общем там много революционных решений было в том числе и подошва и но в целом как бы форум были популярны не только на корте то есть они были популярны из-за за его пределами в целом из-за того что они достаточно дорого стоили это где-то там 100 батов и более и они были как своего рода статусным элементом который быстро завоевал популярность на хим-хоп сцени и получается вот снова реинкарнация этой классической модели правда версии лол ну ладно короче и так и туда добавили несколько интересных деталей вот например красные нитки которые типа не надо обрезали после производства но в целом они очень кайфовые то есть мне вообще нравится белые кроссовки и я люблю на самом деле когда они пачкать и я конечно если честно признаюсь я чищу иногда да но в целом как я уже до этого говорил не приобретает свой индивидуальный чисто под вас в общем такая вот история братва по кроссовкам на данный момент июня 2021 естественно каждый месяц выходит достаточно большое количество интересных моделей ну так мне кажется ролика даже и на час не хватит очень долго нужно будет рассказывать но это чисто мой чарт на июнь так что жду по возможности ваших комментарий ну и само собой ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал и всем кто мне пишет я стараюсь отвечать и если появляются какие-то вопросы либо пойму моему видео либо может быть там по размерам кроссовок всегда пишите рада рад всем всем стараюсь отвечать